Приветствую вас. Если вы задаете свой вопрос в раздел «Психологии», то я полагаю, что вы сдали слишком мало информации по своей проблеме, потому что психологи не гадают, психологи анализируют информацию, которая им поступает, и, соответственно, уже на основании этого дают рекомендации и вырабатывают психокоррекционные программы. Психолог также не может ответить на вопрос, когда точно что-то произойдет, это зависит только от вас, поэтому по тексту, мне кажется, что вы задавали свой вопрос в раздел «Больше всё-таки, наверное, эзотерики», если это так, то я рекомендую переодресовать вам свой вопрос именно туда. С точки зрения психологии хочется сказать, что дело не в парнях, а в вас. То есть ключевая черта всей проблемы заключается в том, что вы переносите ответственность за проблему и за результат на парней. «Больше всё-таки, да когда парни, парни виноваты, что у вас отношения не складываются с мужчинами, это парни не идут на серьёзные отношения с вами. Это парни, ну вот, как себя ведут, видимо, парни, не вы, парни. А то, что вы, может быть, выбираете таких парней, случайно, не случайно, вот, но выбираете таких парней, это как-то игнорируется. И думается мне, думается мне, что подобное игнорирование, оно не является сколько-нибудь адекватным. Потому что именно вы ведёте себя с мужчинами так, что вам никто не предлагает серьёзные отношения. Именно вы выбираете, так как мужчинка, с которыми серьёзные отношения по той или иной причине невозможны. Вот. И это, безусловно, нужно разбирать. Если бы у этого есть свои причины, как минимум. Вот. Какие причины, это, конечно, нужно выяснять, либо так сказать нельзя, так сказать не получится. Но причины есть, это точно. Вот. Как правило, человек может бояться, например, близости. То есть человек просто может бояться близости, ну вот, например, быть, да, вы боитесь близости в глубине души. Вот. И поэтому выбираете таких мужчин, таких мужчинка, с которыми ничего серьёзного у вас не выйдет. Ну, априори, просто потому что. Вот. Ибо вряд ли вы сможете не знать, что они не могут дать вам того, что вы хотите. Вот. Но лично я в это не верю. Я думаю, что вы знаете. Я думаю, что вы знали об этом изначально. Что мужчины, с которыми вы встречаетесь, не могут дать вам того, что вы хотите. Но тем не менее, все равно вы на что-то надеетесь, все равно вы чего-то ждёте и так далее. Игнорируя, отказываясь принимать во внимание очевидные факты. Почему? Тоже очень важный вопрос. Вот. Поэтому тут вот нужно анализировать, как вы выстраиваете отношения с людьми, с мужчинами. Как вы выстраиваете отношения, на основе чего вы вы выстраиваете отношения. И уже, исходя из этого, смотреть на ситуацию в дальнейшем. Только так и никак иначе. По-другому, я полагаю, не получится в принципе. Потому что... Нужно понять, что именно. Вы делаете не так. Именно вы заместите. Не мужчины. Именно вы. Вы что-то делаете не так. Вот. Что есть, личная ответственность, это необходимое условие для того, чтобы что-то начало меняться. Личная ответственность, это то, без чего вы не сможете настроить свою личную жизнь. Личная ответственность, это то, без чего вы не сможете продвинуться дальше. Личная ответственность, это то, без чего вы не сможете двигаться вперед. Ну, в контексте ваших отношений. В контексте отношений с мужчинами. Вот и все. Если вам нужна будет помощь по этому вопросу, то мы обязательно вам в этом поможем. Мы обязательно вам предложим варианты и поработаем с вами. Чтобы эта ситуация не, ну, не загоняла вас в угол, чтобы эта ситуация не доставляла вам неудобств, боли и так далее. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, для этого нужно, чтобы вы сами, сами, хотели. что-то сделать. Знаете? Вот. Это то, что я могу вам порекомендовать. Исходя, опять же, из того, что вы написали. Вот. Ага. Так что, я думаю, что зависит от того, что вы будете делать дальше в эту ситуацию. Будете ждать мужчин, то есть даже до, когда он у вас появится. Кстати, а для чего? То есть интересный момент. Для чего вам мужчина? Зачем он вам? Чтобы что? Какой целью вы хотите, чтобы вас появился мужчина? Это важно тоже для вас. Не только для вас, для полнотой картины это важно. Вот. Чтобы лучше понимать, что именно происходит с вами. Чтобы лучше отдавать себе отчёт в том, с чего вы хотите, что вам нужно. Это тоже очень важный момент. Вот. Определите это, пожалуйста. То есть, или если не можете, то ничего страшного, обращайтесь к психологу. Будем вместе работать в этом направлении. Вот. С вами. И всё решим по итогу. Вот. На этом всё. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Опять же, напоминаю, да, что, если вы свой вопрос адресовали эзотерикам, или хотели, чтобы вам погадали, то вам нужно перенести свой вопрос в соответствующий раздел, потому что, ну, вы действительно могли ошибиться адресом. Вот. Я думаю, что это, к сожалению, это бывает, это случается, вот, хоть и не могу сказать, что это прямо здорово. Ну, в любом случае, в любом случае обращайтесь за помощью, если вам таковая помощь, ну, если вам она понадобится, потребуется, мы будем рады вам помочь, будем рады для вас что-то сделать, что-то сделать, всё, что в наших силах. Вот. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи.